Когда я был маленьким, я ездил к отелю Ханчжоу Уэст Лейк. Там было озеро и отель на берегу. И там останавливались многие иностранцы. И каждое утро в 5 часов я приезжал туда практиковать свой английский. Иностранцы отдыхают, я практикую английский. Тогда я не знал зачем. Но то, что я слышал от иностранцев, настолько отличалось от того, что говорили мои родители, мои учителя, и от того, что я читал в газетах. Поэтому с тех пор, услышав какое-то утверждение, я всегда спрашиваю себя, а так ли это? И могу ли я как-то это изменить? Могу ли использовать это как возможность? Подумайте об этом. А когда подумаете, начинайте действовать. Я видел множество молодых людей с внезапными фантастическими идеями. Но утром они просыпались и вновь отправлялись на работу в офис. Делайте шаг. Действуйте. Потому что завтра будет уже новый день. И вот еще один совет, который я хочу вам дать. Да, вам придется очень тяжело трудиться. Работаете ли вы на кого-то или на себя? Я выбрал работу на себя. Но работа на себя – работа на общество. Если вы действительно хотите работать на себя, думайте о других. Убедитесь, что вы помогаете другим. Потому что когда вы сможете помочь другим прийти к успеху, помочь другим стать счастливыми, вы станете успешны и счастливы сами. Не переживайте. Каждая ваша ошибка – это ваше достояние, ваша чудесная награда. Я всегда говорю это себе и говорю это молодым ребятам. Если тебе 20 – будь хорошим учеником. Пробуй себя в разных вещах, просто чтобы получить небольшой опыт. Если тебе от 20 до 30 – следуй за кем-то. Иди работать в маленькую компанию. В большой компании хорошо изучать сам процесс. Там ты есть часть большой машины. Но в маленькой компании ты обретешь страсть. Ты учишься мечтать. Учишься делать сразу кучу всего одновременно. В 30 лет уже не так важно, в какую компанию ты идешь. Важно, к какому ты идешь начальнику. Это очень важно. Хороший босс научит вас очень многому. И в период от 30 до 40 тебе нужно ясно решить, готов ли ты работать на себя, готов ли стать предпринимателем. С 40 до 50 лет тебе нужно концентрироваться на том, в чем ты уже хорош. Не пытайтесь перепрыгнуть в новую сферу. Слишком поздно. Вы можете стать успешны, но риск провала здесь слишком велик. Так что с 40 до 50 думайте, как задействовать уже наработанные вами навыки. С 50 лет до 60 работайте на молодых. Потому что молодежь может сделать больше, чем вы. Полагайтесь на них. Инвестируйте в них. Убедитесь, что они хороши. А когда вам перевалит за 60, начните жить для себя. Солнце, пляж, все дела. Меняться вам уже слишком поздно. И это нормально. Таков мой совет молодым людям. В 25 лет совершайте ошибки. Не переживайте. Упали, поднялись. Упали, поднялись. Наслаждайтесь этим. Вам всего-то 25. Наслаждайтесь процессом. Сегодня мир полон трудностей и возможностей. Две тысячи лет назад мир был полон трудностей и возможностей. И я уверен, еще через две тысячи лет мир по-прежнему будет полон трудностей и возможностей. Все зависит лишь от того, как ты на это смотришь. Кто-то воспринимает трудности как возможность. Молодежь говорит, у нас нет никаких возможностей. И когда я был молод, я очень часто жаловался, потому что думал, что все возможности заполучил Билл Гейтс со своим Майкрософтом, Стив Джобс и все эти парни. Для нас нет работы. Не осталось ничего масштабного. Что могли бы делать мы? Но я думаю, возможности всегда проистекают из трудностей. Всегда созревает из неудовлетворенности. Если вы умеете преодолевать трудности, вы будете успешны. И с чем более трудными испытаниями вы способны будете справиться, тем больше обретете возможностей. В 95 или 96 году я на велосипеде ехал на работу вечером по Вангер-стрит в Ганчжоу. В темноте я увидел, как несколько парней крадут крышку люка. Я не владел никакими кунг-фу. Я был очень худым, я знал, что мне с ними не справиться. Я проехал дальше в надежде увидеть полицейского, но спустя пять минут так и не увидел ни одного. Я помнил, что несколько дней назад ребенок упал в канализационный люк, в тот, где не было крышки, и утонул. И я подумал, что кто-то должен их остановить. Так что я вернулся и сказал тем парням, что они должны положить крышку люка на место. Я сказал, парни, положите крышку на место. Они посмотрели на меня. Я подумал, что убегу, если они накинутся на меня. Я не знаю, как у меня хватило смелости потребовать, чтобы они вернули крышку люка на место. Потом появился какой-то человек и спросил, что происходит. Я подумал, что подоспела помощь. Я сказал, что увидел, как парни воруют крышку люка, и что велел им положить ее на место. Я начал все эти разборки, а потом обнаружил, что там была камера. Я понял, что это был тест, организованный телевизионным каналом. Позже я узнал, что я был единственным человеком, который прошел в тот вечер этот тест в Ганчжоу. Больше никто его не прошел. Этот инцидент был довольно интересным. Когда мир меняется, с вами ничего не произойдет, если вы не будете действовать. Еще один важный совет, который я хочу вам дать. Цените своих сотрудников. Развивайтесь вместе с ними. И если развиваются они, то развивается и ваша компания. В день, когда мы вышли на IPO, более тысячи человек в нашей компании в мгновение око стали миллионерами. И тогда у нас было общее совещание. И я сказал, скажите мне одну вещь, почему мы так успешны? Скоро мы все станем миллионерами. Что произошло? Мы очень тяжело работаем. Есть люди, которые работают гораздо тяжелее нашего. Мы очень умные. Я вас умоляю. По крайней мере, у меня три года ушло, чтобы в колледж поступить. И всякий раз я лажал. Не думаю, что я умен. И не думаю, что вы настолько умны. В 2000-м нам было так сложно нанять хоть кого-то. Если они не были совсем уж инвалидами, мы нанимали их. Ходить можешь? Ты нам подходишь. Потому что никто не верил в интернет. Никто не верил, что рынок электронной коммерции приживется в Китае. Никто не верил, что интернет возможен. И эти ребята шли к нам, потому что у них не было альтернативы. А затем пришли люди со степенью MBE, с огромным послужным списком, которых мечтали переманить другие компании, которые в итоге уходили, начинали свой бизнес. Сегодня все они прогорели. Наших же парней никто нанимать не стремился. И о собственном бизнесе они никогда не задумывались. Так что они остались в нашей компании, и спустя пять лет мы стали успешны. Как? Мы держимся за наши мечты. Мы верим в них. Не важно, насколько глобальна ваша мечта. Делайте маленькие крошечные шаги вперед и развивайтесь. Растите вместе с компанией. И моя главная ошибка была, когда в 2001-м я сказал нашим 18-ти основателям, вы, ребята, будете руководителями каждой своей группы. А всех топ-менеджеров мы привлечем со стороны. Прошло 10 лет, и все замечательные профессионалы, которых я привлек со стороны, ушли. А все мои помощники, о которых я и думать не думал, как о суперталантливых руководителях, стали нашими топами. И они потрясающие, потому что они верили, что смогут. И я хочу сказать каждому из вас, заботьтесь о своих сотрудниках. Это главное для вас, люди. У них есть семьи, у них есть мечты. Они приходят к вам не только на работу, они приходят к вам поделиться своими мечтами. И третье. Учитесь у ваших конкурентов. Не презирайте их. Большие компании ненавидят своих конкурентов. Я своих конкурентов люблю. Без них мы бы ни за что так быстро не выросли. В 2003-м, когда запустили Таобао, модель C2C, стоимость компании eBay, моего главного конкурента того периода, оценивалась в 79 миллиардов долларов. Мы же были лилипутами по сравнению с ними. Но мы начали конкурировать. Гораздо интереснее конкурировать с большими парнями. Если бы я вышел боксировать с Майком Тайсоном, я бы уже гордился собой. Если у вас есть возможность конкурировать с отличным соперником, вы учитесь. И мы учимся у наших конкурентов. И мы уважаем их. С каждым их шагом растем и мы. Запомните, конкуренция – лучшая для вас лаборатория. Потому что каждая их инновация становится новым уроком для вас. Но не копируйте их. Учитесь у них. Так что я люблю своих конкурентов. И всякий раз, когда я смотрю на них, я ими восхищаюсь. Когда я работал подрядчиком в Министерстве внешней торговли, где получал зарплату в 4000 юаней, мы основали компанию с суммой в 50000 юаней, и на что бы мы ни тратили наши деньги, это мог оказаться наш последний шанс. Все мои конкуренты были гораздо сильнее меня. И позднее я понял, что у многих предпринимателей ничего не получилось не потому, что у них не было денег, а потому что у них их было много. Потому что когда ты пытаешься решить проблемы с помощью денег, вот тут-то как раз и начинаются твои проблемы. Я считаю, что деньги не могут решить всех проблем. Деньги являются важным тактическим средством в решении проблем. Так что когда кто-то говорит «у меня есть деньги, я могу это сделать», то это начало его падения. Думаю, что у Алибабы есть один из самых больших в Китае, может быть, и в мире резервов наличности среди интернет-компаний. Это всегда было культурой нашей компании. Я надеюсь, что мы всегда будем об этом помнить. Я говорил об этом раньше. Активы компании подобны вооруженным силам страны. Их нельзя использовать в полсилы. Но всякий раз, когда вам нужно их мобилизовать, вы должны побеждать. Деньги нельзя тратить бездумно. И нельзя думать, что только деньгами можно решить все проблемы. Джек, скажите, кто был вашим кумиром? Мои кумиры. Да. Моя мечта родилась 14 лет назад, когда я приехал в Америку в Кремниевую долину. Я слышал все эти звуки, видел дороги, заполненные машинами, видел небоскребы, огни. Так во мне зародилась страсть. А мой кумир — это Форест Гамп. Вы же в курсе, что он вымышленный персонаж? Мне очень нравится этот парень. Я пересматривал этот фильм 10 раз. И каждый раз, когда я расстроен, я смотрю этот фильм. И перед тем, как приехать сюда, я снова посмотрел его. Я говорю о поездке в Нью-Йорк. Я пересматриваю этот фильм, и каждый раз убеждаюсь, что не важно, что с тобой происходит, ты всегда должен оставаться собой. И спустя годы я все тот же.